Субтитры сделал DimaTorzok Я очень хочу начать со слов одного моего очень-очень хорошего знакомого И, к сожалению, сейчас его уже нет в живых Но те слова, которые он произнес в этот день, они до сих пор произвели на меня просто колоссальное впечатление Этому человеку было уже 70 с лишним лет на тот момент, когда мы с ним встретились Я еще была дошкольницей, я еще не училась в школе И он идеально знал английский язык Он говорил на нем, он говорил, что может даже думать на нем И для меня, для ребенка это был такой шок И моя мама спросила у него, а что ты, собственно, делала, чтобы так классно выучить английский язык И сохранить эти знания до такого преклонного возраста На что он ответил, что когда вы берете на себя такую колоссальную ответственность Как изучение языка Качественное изучение языка не просто так Лишь бы что, лишь бы поехать в какую-то страну А потом забыть А действительно, если вы хотите связать свою жизнь с иностранным языком Вы должны учить его до самой смерти Вы не должны пропускать ни одного дня Чтобы хотя бы не выучить как минимум хотя бы одно слово До такого преклонного возраста Он каждый день изучает по 10 новых слов И он сказал, что предела совершенств нет Что как только вы забрасываете язык на какое-то время То он имеет обыкновение забываться Как хорошо бы вы на нем не говорили И чтобы не забыть иностранный язык Вам нужно в идеале, конечно же, жить в этой стране Чтобы постоянно его использовать Я попросила его научить меня каким-нибудь словам Я тогда вообще не знала языка Я даже не знала, как он звучит Я не знала никакого ни произношения, ничего Я была просто ребенком Я попросила научить меня каким-нибудь красивым английскому словам Я до сих пор их помню И именно эти слова, именно этот человек Дали мне этот позитивный толчок к изучению языка После его слов я изучала языки вообще с большим рвением И мне всегда нравились уроки английского Потому что я вспоминала вот этого человека Он научил меня словам Heard, то есть сердце И umbrella На его взгляд это было очень красивое слово Я правда считаю его красивым Umbrella, зонт И это были первые мои два слова Которые я просто выучила Окей Дело происходило в лохматом 2009 году Когда я готовилась к экзамену в ЕГЭ Это были отдельные курсы Которые вели преподаватели-носители языка И курсы были на тот момент сравнительно недорогие Уколо двух тысяч в месяц Мы занимались именно с носителем языка То есть это были преподаватели, мужчины в основном Из Англии, из Америки И они были действительно классные Они настолько прикольно вели свои уроки Что вот мне действительно кажется, что даже человек Вот просто не способен к языкам Он вот уловит вот эту мысль И им действительно понравится изучать язык Они всегда поддерживали наши какие-то неформальные беседы То есть это было здорово Мы его звали Джордж Он говорил, вы знаете, на таком английском-английском языке То есть когда То есть там вообще непонятно, что он говорит А потом ты смотришь, а он смотрит на тебя И обращается к тебе с каким-то вопросом И ты такая, господи, что же он сказал? То есть преподаватели-американцы мне нравились гораздо больше Их усилия были направлены именно на то, чтобы мы запомнили Чтобы мы поняли, что он сказал И в свою очередь мы, кстати, учили его каким-то русским словам Он очень интересовался вообще русской культурой, русским языком И курсы в моем городе предоставляли возможность поехать учить язык за границу И чаще всего, если вы проживаете в каком-то большом городе Или просто в крупном городе, не обязательно в столице То при таких курсах обычно всегда есть возможность куда-то поехать Они всегда предоставляют такую возможность Общаются, постоянно сотрудничают со школами из разных стран Причем вы можете поехать изучать английский И вообще любой другой язык в любую страну То есть у нас даже была возможность поехать в Германию, в Испанию, в Ирландию, в Шотландию Чтобы изучать английский язык И насколько я знаю сейчас, так как я уже давно там не занимаюсь Там открыли курсы японского, испанского и немецкого языков Чего не было раньше, что очень здорово опять-таки с преподавателями, с носителями языков Я считаю, что это вообще классно и поехать в Японию изучать японский По-моему, это просто здорово Но почему я лично вам рекомендую, если вы хотите поехать учиться, ехать именно в таких школах Во-первых, это дешевле Мне даже сумели найти перелет за 7000 рублей в один конец То есть 14000 рублей в Англию Ну тогда это просто вообще копейки были Они оформляют все документы Потому что для Англии нужна вот такая кипа документов И они практически все на английском языке Вам придется заполнять самостоятельно огромную, огромную анкету И чаще всего она достаточно сложна для понимания, если там ребенок И порой там встречаются такие интересные вопросы И я сразу понимаю, да, все-таки в англичанах есть такая доля педантичности Скурпулезности во всем Типа, а был ли судим брат вашей жены? Сколько получает там племянник дяди вашего брата? То есть такие вопросы, которые, ну, дают англичанам понять Что вы человек обеспеченный, что вы не кинете страну Что вы не сбежите на ПМЖ, так скажем Ну в общем, они очень заботятся о безопасности своих граждан Курсы при нашей школе, они полностью занимались оформлением всех документов Окей, следующий момент, это уровень английского Какой у вас должен быть? Была интернациональная школа, там были все-все-все народности Разные люди от 16 до, по-моему, до 25 лет, если не больше Если не до бесконечности Считается, что человек в 16 лет это взрослый человек Который сам отвечает за себя Вот, также есть в Лондоне, я знаю, школы Где там без сопровождения нельзя выходить Где там все строго регламентируется по времени и так далее Вот, если вы летите в такую школу То, в принципе, ничего такого страшного нет Если ваш язык, ваш уровень будет, ну, на уровне интермедиа Но не ниже ни в коем случае Лучше, конечно, если будет начало advanced Вот, но с интермедиа, в принципе, ничего страшного Если у вас будет разговорник Если у вас будет какая-то, не знаю, интернет рядом и так далее Я думаю, вы не пропадете Мой город, где я была, это Брайтон На побережье Атлантического океана Это студенческий городок И все люди прекрасно это знают Это безопасный город И вам всегда придут на помощь, если вы там где-то потерялись, заблудились И даже если вы не знаете языка, вам просто на пальцах все это объяснять Мой язык был где-то тогда на хорошем уровне Я думаю, advanced точно Но, знаете, я все знала У меня сел такой тормоз, что мне стыдно было говорить на английском Мне казалось, у меня дикий, жуткий акцент То есть чисто из-за собственного стеснения Я могла совершить какие-то ошибки, запинаться И люди меня часто не понимали Следующий момент, это погружение в языковую среду Когда я летела в школу, мои преподаватели в России сказали, что я попадаю в такую смену Когда русскоязычных ребят там не будет То есть будет полное-полное погружение в английский язык Что я там должна убрать всю русскую литературу Думать просто на английском и вообще слиться с англичанами, так скажем И меня это, в принципе, обрадовало Потому что я хотела реально изучить язык Я хотела и повысить свой английский Так вот, преподаватели ошиблись Потому что когда я прилетела из аэропорта Стояла на регистрации, вся такая никакая, уставшая Дико была, голодная И первое, что я там услышала, это была не английская речь Вываливается такая группа русских подростков Немножко под шофе явно С какого-то клубешника или в кино они ходили, я уже не помню И отборным русским матом начинают хаять вот это вот мероприятие, куда они ходили У меня вот такие глаза, просто шары по 5 рублей Я думаю, боже мой Поэтому я предпочла с ними не общаться Потому что это, ну, как бы, вы знаете, не мой круг Это не мои интересы То, чем занимались они, как они проводили досуг Это немножко не моя тема вообще Я расскажу вам, какие вообще ребята мне понравились Какие национальности мне очень близки Какие, наоборот, от меня очень далеки И в целом немножко расскажу про обучающихся Окей, еще немножко пара слов буквально про погружение в языковую среду Вам не нужно ничего бояться Ни в коем случае не бойтесь разговаривать на английском Потому что, когда я первый раз вышла погулять Я выхожу, и мне на встречу идут две девочки Явно русские Явно они ищут школу И они обращаются ко мне, как англичанки И спрашивают, как пройти так в моей школе Вот И у них такие глаза, знаете, потерянные, такие испуганные И я такая, что мне делать? Я же русская, я могу ответить им на русском Ну, нет, я же практикую полное погружение в английскую среду И я на английском, да, начала им объяснять, куда пройти Причем по их глазам я видела, я видела, что они знают, что я русская Ну, они так поняли, сказали thank you и улыбаясь просто ушли Ну, мы поняли друг друга Мы поняли, что мы заняты одним и тем же делом Я часто гуляла по утрам, и я включала в наушниках англоязычные радиостанции И поверьте мне, у них очень классные радиоведущие Они такие веселые, они постоянно шутят У них такое классное произношение, что вот я слушала И очень многое вот именно у этих радиоведущих Много у них почерпнуло, поэтому очень-очень советую Но, к сожалению, я потом утопила свой телефон в океане И я уже не могла слушать радио, но тем не менее И вы знаете, лично для меня было большой сложностью общаться с людьми Ну, в каких-то магазинах, в кафешках И просто на улице, если что-то требовалось с людьми То есть не англичанами, а приехавшими в Англию То есть это испанцы, Мексики, Франции, японцы, и вообще арабы То есть их английский был для меня, господи, что он сказал Ну, вроде что-то простое сказал, но у него такой акцент, что я его не понимаю Мне приходилось просто улыбаться, говорить thank you, там, goodbye и так далее В общем, в этом плане у меня были сложности Потому что в магазинах работает много, ну, достаточно людей, не англичан И они очень вежливые, они очень хорошие Они положительно к вам настроены Но порой понять их, это было достаточно сложно Я был на инцидент, когда я пошла в парикмахерскую Я решила сделать себе такой подарок на конец моей поездки Постричь волосы Я сделала себе офигенскую классную короткую стрижку Вот, я пришла туда И я еще хотела покрасить волосы То есть окрашивание, none of this matter, dyed Или dye, dyeing Вот И я начала объяснять это парикмахершам И они собрались все Они так слушали меня и не понимали, что я хочу Dye, dyeing your hair Вот И только потом я поняла, что, наверное, я говорила с таким акцентом Что не как окрашивание, а как смерть, dye, умирать Что я хочу умертвить свои волосы Вот Я поняла это только потом Но мы друг друга прекрасно поняли На пальцах мы пытались все объяснить Я проходила, кстати, мимо парикмахерской И увидела администратор, что это парикмахерская Я увидела ее прическу, она была классная Я сказала, я хочу, как у вас Вот И мне сделали прическу, как у нее И это была самая лучшая прическа, что у меня, наверное, была за всю мою жизнь Ни в одной российской парикмахерской меня так не стригли Мне нигде не предлагали кофе, где я стриглась Мне нигде не делали бесплатный массаж головы И меня стригли так нежно, что я вообще не чувствовала, что меня стригут Серьезно Я дала достаточно адекватную сумму, как ни странно По поводу самого обучения в школе могу сказать, что Англичане считают, что человек от 16 лет, как я уже говорила Англичане, это самостоятельная единица общества И она сама решает, куда ходить, чем заниматься, в какое время Поэтому у нас были курсы вообще в разное время Утром, днем и вечером По два часа, по-моему И ты мог выбрать любое время абсолютно Ты взрослый человек, ты сам планируешь свой день, ты сам планируешь свою жизнь Преподаватели там были очень неформальные, скажу так Я говорю, если вы человек, который не способен к языкам, вас научат Вас настолько замотивирует, там настолько положительная, позитивная атмосфера Что здорово, просто здорово И ученики все очень классные, настроены все положительно Ну, про учеников будет отдельное видео Я расскажу вам про разные национальности Настолько они вообще просто колоссальное впечатление на меня Все произвели в самый мой первый день Особенно русский Так что отдельное видео обязательно будет Да, язык я безусловно подтянула очень хорошо Я стала понимать именно речь, разговорную Я научилась разговаривать То есть вот этот вот необходимый практикум, который не предоставляют в школах И тоже на каких-то курсах Он был, действительно, это было просто бесценно Я безумно благодарна своим родителям за этот подарок Который они сделали мне как Ну, не только подготовка к ЕГЭ там Но и просто подарок такой к окончанию 11 класса К окончанию этой долбанной школы Они знали, как я страдала Поэтому я безумно благодарна И буду благодарна им до самой смерти за этот подарок Потому что я была там счастлива И я вообще всегда счастлива, когда я путешествую Когда я в каких-то приключениях В каких-то экстремальных ситуациях Когда я что-то познаю новое И, знаете, говорят, что счастье нельзя купить Счастье можно купить, если это путешествие И если это домашнее животное Я считаю, что только в таком случае счастье купить можно Поэтому не бойтесь путешествовать Не бойтесь других стран Не бойтесь развиваться, ошибаться И попадать даже в какие-то экстремальные ситуации Которые научат вас правильно реагировать Но, как сказал мой знакомый, вот этот мой дедушка Что учиться надо всю жизнь А если вы поехали в Англию и забросили язык То вы забудете его Вы забудете его и будете потом начинать С самого-самого нуля Как я сейчас, в принципе Несмотря на то, что я... Ну, что я делаю? Я не учу сейчас язык Я максимум смотрю каналы англоязычных блогеров Я их понимаю Но понимаю, что если я начну делать свой англоязычный канал Мне придется действительно improve my English Повышать свой английский Повторять заново времена, грамматику И делать это регулярно С регулярным постоянством На самом деле здорово, что появилось так много обучающих каналов На YouTube Они действительно помогают наглядно изучить разговорный язык Ну, это очень здорово По поводу экстессов После того, как я приехала Я долгое время Долгое время в метро Кассиром говорила thank you Я не могла избавиться от этой мысли Я постоянно мешала русские, английские слова И это действительно так Поэтому не удивляйтесь Если вы встретите человека Который прожил там Больше, чем полгода в какой-то стране Что он будет иногда Так, вспоминать русские слова Он будет часто думать, что сказать И перемешивать английские и русские слова Это действительно так Я баловал ее две недели Но мне этого хватило Что я говорила кассирам И вообще любым работникам транспорта Thank you в конце И я сама часто видела очень много таких людей Поэтому, друзья, буду завершать Скажу вам честно Я люблю английские языки Вообще, я люблю изучать языки Ввиду того, что у меня с детства Привили очень положительное И такое игровое отношение к ним Поэтому, да, я хочу выучить язык английский Я действительно хочу над этим работать Я в этом году загадала себе такой план Что я выучу английский И хочу учить еще какой-нибудь второй язык И, скорее всего, датский у меня не пошел К сожалению, вы знаете Он красивый, он мне безумно нравится Я обожаю скандинавские языки Мне нравится их такое мягкое звучание Как плавленый сыр, я не знаю, на хлебе Но я не могу, у меня не получается выработать это произношение К сожалению И очень жалко Поэтому датский язык я буду просто слушать Он мне очень нравится Немецкий язык у меня всегда шел хорошо Как бы он мне всегда нравился У меня никогда не было проблем с произношением Поэтому, в принципе, да Но еще меня довольно-таки заинтересовал японский язык И вообще японская культура мне тоже всегда нравилась Я вам немножко расскажу про японцев в своей школе Как они себя вели, что они делали И это просто прикольно В общем, друзья Учите языки с удовольствием Учите языки в игровой форме Узнавайте все новое Потому что я считаю, что ваше счастье Также, безусловно, зависит от того Насколько вы любознательны и любопытны Потому что мир настолько огромен, чтобы себя ограничивать В общем, друзья До встречи в следующем видео Которое будет о межкультурной цивилизации учеников в моей школе И пока-пока!